Привет! Чтобы начать ценить обувь, нужно отказаться от неё для прохождения подобной тропы. В течение всего похода тебе приходится перебираться по разной местности. Не все с этим справляются и ищут обходные пути. Только обладатели самой крепкой силы воли смогут всё это выдержать с достоинством. Специальные спортивные резинки – очень двоякая вещь. Они очень полезны, если правильно ими пользоваться, но вместе с этим настолько же и коварные. Девушка, которая своей пластичностью может сводить с ума зрителей, выглядит абсурдно и безумно. Но ведь именно за это Фактория и любит ТикТок. Помада тоже может являться самостоятельным произведением искусства. Но когда её уничтожают подобным образом, то не понимаешь, тебе сейчас нужно грустить или восхищаться? Если вы тоже хотите научиться крутить мяч хотя бы на одной руке, то это видео введёт вас в состояние бешенства. Потому что девушка умеет крутить мяч одновременно на всех конечностях. Есть люди, которые готовы купить недорогую и убитую квартиру, чтобы вложить в неё все свои силы и сделать просто великолепный ремонт. Здесь решили пойти по сложному пути, но достигли достойного результата. Присылайте по ссылкам в описании под этим выпуском свои интересные видео. Специальный тренажёр, который помогает улучшить навыки подачи во время игры в волейбол. Вы знали, что такие штуковины существуют? Вот и Фактория не знала. Ситуация, которую поймёт каждый автовладелец. Уважайте чужое имущество, особенно когда вас катают исключительно из-за тёплых отношений. Проблемы длинных ногтей во всей своей красе. Да, обладательницам такого маникюра приходится жертвовать некоторыми удобствами. Быть девушкой, ой, как непросто. Если бы почтовые голуби использовались и в наше время, то эта порода идеально бы подошла. Только они бы не летали, а бегали. Луковица, которая смогла. Её оставили в снегу и решили проверить, сможет ли она выжить в таких суровых условиях. И когда снег превратился в воду, лук успешно пророс. Да, с такими обитателями мы живём на одной планете. Называется Мечехвост. И это именно то создание, с которым вы бы точно не хотели столкнуться во время купания. Джедаи существуют. Так что если когда-нибудь ситхи решат поработить Вселенную, то у нас уже подготавливаются отряды, способные дать им достойный отпор. Мужчина снимал свой кулинарный шедевр, а его кот в прямом эфире решил добавить немного динамичности. Усложнил задачу. Теперь нужно готовить и убираться одновременно. Его сну можно позавидовать. Он настолько крепкий, что сторонние раздражатели его никак не могут потревожить. Но самое забавное, что после этого он уже не хочет отдавать чупа-чупс. Внимательнее смотрите на то, что вы собираетесь купить. Особенно, когда речь идет о продуктах. Вдруг в пачку смог пробраться мышонок, который заметил печеньки раньше вас. Как одни мошенники пытаются обмануть других мошенников. Один сильный магнит и все игрушки окажутся на свободе. Но фактория, естественно, ни к чему вас не призывает. Наглость отдельных котов просто зашкаливает. Они даже под осуждающим взглядом хозяина готовы продолжать делать гадость. Судя по растению, это происходит уже не первый раз. Если вы считаете себя достаточно аккуратным, то у факторий для вас есть вызов. Попытайтесь из стержня самого обычного карандаша сделать цепочку. Получится точно не с первого раза. У этого мужчины просто невероятное чувство баланса. Он умеет ставить предметы друг на друга таким образом, что нарушаются все известные законы физики. Он решил собрать все свои знаковые достижения в один тикток, чтобы убедить людей, что все невозможное возможно. Ветеринары работают не только с домашними животными. Неравнодушные люди часто привозят им диких птиц, которых случайно заметили на улице с какими-нибудь проблемами. А после осмотра и назначения лечения человек, нашедший птицу, будет выполнять роль временного хозяина, пока птичка не выздоровеет. Кажется, у кого-то намечается энергетическая тусовка. Без понятия, зачем им столько адреналина. Тут ведь запас больше, чем на одну человеческую жизнь. Благодаря этому пилоту у нас есть возможность узнать, как выглядит мертвая петля из кабины самолета. Особые экстремалы, конечно же, одним видео точно не обойдутся и захотят испытать это чувство вживую. Художник решил создать собственную карточную колоду, посвященную супергероям Марвел. И в своем ТикТоке он показал, как создаются карты на примере Дэдпула. Мне интересно, по какому принципу он выбирал значение карты для каждого персонажа? Среди животного мира тоже бывают жадины. И вот что происходит, когда два кота с таким характером живут в одной квартире. Летающий транспорт уже не за горами. В Японии представили летающий мотоцикл, который способен разгоняться до 100 км в час и может поддерживать полет в течение 40 минут. Да, это пока небольшие цифры, но начало положено. Настали холодные времена, пора использовать вентиляторы не по прямому назначению, а чтобы немного развлечься. И да, это действительно работает. На что не пойдешь ради странного ТикТока? Представляю, как бы выглядело это со стороны, если бы девушка решила прогуляться в таком виде по улице. Дедушка, который знает о том, насколько важно не терять ни минуты времени. Пока едешь в общественном транспорте, можно уже начать готовить ужин. Заметили что-то похожее? Присылайте мне свои видео. Специальный тренажер, на котором будущие хирурги учатся делать швы на травмах самых разных видов. Здесь действительно важно понимать, что такое ювелирная работа. Мешкопад, который произошел во время одного из матчей по хоккею. Дело происходило в Америке, но на видео вы можете видеть нашего соотечественника. Кто же еще мог так нырнуть в гору мягких игрушек? В квартире есть множество мест, куда сложно добраться во время уборки. Но ТикТок подкинул нам очередной лайфхак, как можно почистить батареи. В то время как парни вылизывают свою машину до такого идеала, что там гораздо чище, чем в их квартире, некоторые девушки не придают этому такого же значения. Все свое вожу с собой. Искусство внутри грецкого ореха – это еще одно ремесло, для которого понадобится усидчивость, трудолюбие и внимание к мелким деталям. Очередной челлендж для тех, кто любит пробовать себя во всем самым странном. Пишите в комментариях, сколько монет у вас получилось сложить таким образом. Боитесь пауков? И даже таких красивых? Иногда их внешний вид заставляет восхищаться, но при этом трогать их все равно нет никакого желания. Все в детстве обожали сбивать сосульки, и чем больше была сосулька, тем больше удовольствия получал от процесса. У кого-то впоследствии это занятие вытекло в рабочую обязанность. Как бы громко ты ни кричал из своего автомобиля, все равно понимаешь, что сейчас произойдет неизбежное. Так еще и непонятно, как устранять последствия в такой дикой местности. Девушка относится к людям, которые не особо фанатеют от спорта. Особенно, когда их заставляют. В этот раз спрятаться и спокойно перекусить ей не удалось. Это видео было снято в Ростове-на-Дону. Да, у нас тоже иногда встречаются довольно неприятные соседи, которые вызывают чувство паники одним своим видом. Да что вы знаете о неистовом желании попасть в магазин? Насколько же нужно было хотеть оказаться внутри самым первым, что они чуть охранника не снесли своим напором? Ноутбук с дисплеями в количестве 7 штук выглядит как технология из типичного фильма про шпионов. Характеристики у этого зверя такие, что по меркам 22-го года он не уступает игровым стационарным компьютерам. Друг предложил автору ТикТока заработать легкие деньги. Всего лишь нужно было попасть катушкой в мусорку с расстояния нескольких метров. Это было слишком просто. Несложный способ украсить квартиру со старым ремонтом. Если у вас до сих пор стоит такой же советский сервант, то берите на заметку. Женщина уже давно подкармливает птиц, поэтому некоторые из них даже не боятся, когда она подходит к ним, чтобы добавить немного семечек. По нему сразу видно, что он сюда прилетает очень часто. Так и живи с человеком, который любит подписывать все окружающие предметы. С одной стороны, очень даже красиво, но с другой, что же он придумает в следующий раз? Парень заметил, что автомат сломался, но никак не смог удержаться и решил все-таки проверить длину ленты для чеков. Тот самый момент, когда первый раз в жизни пользуешься метро и очень не хочешь, чтобы машинист проехал мимо. Лучше перестраховаться лишний раз. Он только с виду домашний питомец, но внутри у него дух настоящего хищника, который хочет грызть все, что видит на своем пути. Но вот только людишки вечно лезут не в свои дела. Гаджет для людей, которые много работают за компьютером, но при этом постоянно проверяют уведомления еще и на телефоне. Очень удобная штука. Костюм боевого Дварфа для ролевой игры Вархаммер на человеке ростом 169 сантиметров. Любители подобной тематики должны остаться в восторге. Не только Кока-Кола реагирует на Ментос, но и многие другие газировки тоже. Теперь вы знаете разницу между ними. Фанта оказалась самой безопасной. Когда мужчина взялся за ремонт душа, лучше сразу приготовиться к тому, что потом придется собирать стекло от душевой кабины по кусочкам. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо. Спасибо.